Девушки отдыхают Да внешний вид это от нас просто полный Что-то он говорит, как вообще пустили Сильный заход, сильно вы начали Ну так, а мы что-то ненормального не держим Так в лёху У нас семерной стакад Ладец, с кем вы? Я Это моя ученица Я профессиональный фаготист Всю жизнь провёл в московских симфонических оркетрах Которые находились на гастролях И я там оценивал всю красоту Женщину Молодец И вы? Олег Вы тоже фаготист, музыкант? Да, тоже Вот видите, какие могут быть разные музыканты Хотя оба лысые Давайте поставим на экран Аплодисменты Мечтает записать сольный альбом И прославится на весь мир Отцовские обязанности Показались Андрею слишком тяжёлыми И он ушёл из семьи Женился на бездетной А она вероломно забеременела С детьми не общается Надеется, что с Ольгой Он сможет пожить в своё удовольствие Ну так от что значит такое Жить в собственном удовольствии? Ну первое утро проснулись Роза в стакане Из-под банки Из-под пива Из стихотворения Второй день А дальше удовольствие в чём? Нет, ну как удовольствие? Ну семья есть семья Главное, чтобы девчонке нравилось Удовольствие, оно Всё удовольствие А ничего, что у Ольга С приплодом В виде мальчика? Да нет, дети это прекрасно Чем больше, тем лучше Особенно для вас Вы прямо так Такую жажду испытывали И заводили новых детей С радостью воспитывали их Нет, ну так получалось Всё время по-разному Я-то чё Вот я, вот я какой я есть Вот на что я Насколько я оценил Ну откуда такая стойкая Неприязнь к детям? Почему неприязнь? Ну не воспитывайте же Ну почему не воспитывайте? Так я занят, что ли? Дети есть дети Вот хочешь я буду воспитывать Того ребёнка Сейчас покренусь Перед всем телевидением Вот заберу твой ребёнка И буду его воспитывать Знаете, почему-то пока Не возникло желания Чтобы вы воспитывали её ребёнка Я думаю, ни у кого есть Присутствующие здесь в зале Он какой-то, по-моему Немножко ненормальный Вот у вас двое детей Которых вы не воспитываете Почему? Первый раз я женился На девчонке, да Я был студентом Денег у меня не было Квартиры не было Я жил с ней У её родителей И значит что? Она нависывает Слушай, ты достал Своим образованием Ты там учишься Получаешь профессиональный образователь Ты хочешь ездить по миру Со своим фаготом Ты мне наделал ребёнка Вот теперь всё брось И иди Работать дворником Сторожным Ну кушать ты хотел с ребёнку И ей Раза три в день Ну правильно Ну и что? Ну я бы всё бросил И где бы я что сейчас был? Что бы я делал? А где вы сейчас? Сейчас? Я? Там же наверное Получается Дети не нужны И больная жизнь А вторая девушка Когда встретилась Она вам сказала Всё замечательно Любимая Единственная проблема Она бездетная Да оказалась? Да Что вас конечно Невозможно обрадовало Но она вас раз и обманула Забеременела Нет, ну как так И вы через три месяца От неё дали дёру Так и дали Потому что вружка, вружка, вружка Что уже через три месяца? Она вам обещала Что детей не будет? Да Она сказала Принесла мне эту самую Такую повестку Слушай парень У тебя детей не будет Расслабься и сделай И радуйся жизни, да? Нет Я говорю Ну что-нибудь придумаем Там пробирки сейчас искусственные Там возьмём Усыновим Ты меня устраиваешь Потрясающе Девчон А внутри про себя думали Как классно, да? Что не будет? Причём Я хотел устроиться Вот так глобально Настолько межконтинентально Чтобы уже вообще О деньгах ленивать Чтобы у девчон Причём Вы сегодня социально Как у вас всё стабильно? Да? Всё в порядке? Да, есть Квартира, дача Там я ездил по гастролям Молодец Скажите, Андрей Ну в 45 лет Вы уже должны Пожинать плоды, да? А мне кажется В 45 лет Мечтать там Диск свой Сольный концерт Мне кажется Это уже должно быть Ну уходит В этом возрасте Уже на покой, нет? Я поддерживаю Вашу точку зрения Но это для ординарных Ребят А для их Среди ординарных Начнём с простого О, кстати Это квадрат Вот дайте с простого Вы второго ребёнка признали Свою? Дали ему свою фамилию? А я его найти не могу Она где-то потерялся Второй ребёнок А нет ощущения Что ваша бывшая Открестилась Просто где-то Загасилась Сейчас я думаю Слава тебе, Господи Пронёс Бог Ребёночка дал Господь Но слава Богу Что больше Андрюху не вижу Пусть он себе Вот с этим фаготом Дальше гастролирует Нет такого ощущения? А вот я хочу У Светочки У подруги Спросить Да сама Пошла замуж За учителя Ну если честно Не замуж Ну хотя бы куда Как учитель Как творческий человек Как друг Он отличный Но вот его безответственность Меня пугает Но мне кажется Что если он Найдёт женщину Которую он действительно полюбит Он возьмётся за ум Ну женщина должна быть С амнезией Которая полюбит его Чтобы не помнить Что он вытворял Вчера и позавчера Вот она проснулась Он сыграл на фаготе В стихотворении посвятил И всё здорово К обеду Она уже должна забыть Что не завтракала Кожину Соответственно Забыть что не обедала Тогда счастье Любитель не уйдётся Но вряд ли это наш случай Вряд ли А вот кстати у меня вопрос Я в вашей истории прочитала Что вы Даже вот тот самый Букетно-шоколадный период Всё откладываете В смысле Отдаёте полностью На откуп женщине То есть Подарки это она вам Цветы это она вам Ну я понимаю Человек творческий Это правда? Не Ну почему Ну теоретически Но на самом деле Это по-другому А почему Почему вы должны Вот всё время Да вот мужчина говорит Должен-должен А почему должен Правда ведь? Да смотря какая девчонка Вы понимаете Какое ощущение Ну вот наш Мы про нашу говорим Андрей 45 лет А вы всё девчонки А вы всё девчонки Какие девчонки Забудьте Это вот знаете Это вот поколение 80-х В Питере не жили никогда? Ну Ну там Вот те кто вот тусили В Сайгоне Вот они до сих пор Такие старые девочки Старые мальчики Узнаю С рюмочкой Кстати как Как все музыканты Нет Только 8 марта На Новый год Да А так С стаканами Молодец Он уехал служить Вы родили ребёночка Нет Он не уехал служить Он в одну прекрасную ночь Взял мою карточку И снял оттуда декретные деньги Отложенные на роддом Всё Больше я его не видела Я нашла Целую страничку Посвященному Этому человеку Там было написано Что он Альфонс 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 Астажем Мошенник Там я нашла Наташу Ещё одну девушку Все беременные У них уже у всех У нас От него Мы только знаем Четверо Надеемся Что наша встреча Будет для нас Подарком судьбы Вы были Гадким Мужчиной Молодым Да Паразит Ой паразит Что прям били Согласен Каюсь Пил Выпивал Руку поднимал А ты дорогой Челябинский Что я так С невест Не нашёл С ребёночком И без денег Так что у вас нет таких Нет таких В Москву надо было ехать Естественно Все заняты Весь Челябинск занят Сложилась карьера Нет Сложилась Он говорит нет Не сложилась Зарплат 4 тысячи Две квартиры Дачи Две машины Евро Долларов Доллары А что вам евро надо Ишь Порви на мне рубашку Посильнее Можно я хотя бы просто Можешь порвать Ой Да Супермен Аплодисменты Со мной А песни под гитару Не Не умею Пальцы зажимает Сразу две струны Что-то специально обученная Военная белка Не слушает меня Спасибо Это белка Кстати вот у вас Из приданного то Из имущества Я прочитала Только велосипед Что все Больше ничего нет что ли Кроме велосипеда Ну официально Так скажем нет А какие Как машины Я сейчас не люблю Я больше предпочитаю Велосипеды Если мама живете Туризм предпочитаю Я вот люблю Съездить с палаточками Также на отдых Это все замечательно Он у нас вообще Романтик Оператор газового оборудования Вы же стихи пишете Ну да Я помню одно только Самое первое Которое записал Тетрадку в детстве Оно такое легкое Ну наподобие Что-то мужиков Пушкина Сижу на поляне Поет соловей Диаиви шатаются тихо Играет за лесом Тихонько капель И рыба плескается лихо Идет по поляне Уставший медведь Идет и срывает малину Дык волк прибежал И завыл в темноте И лес замолчал В летней мгле Вот он подкалучник Многим это нравится Мюр А что слезы-то откуда? Просто так Жизнь гремычная Вот что-то прям Растрогалось так Ай, любимая Что, девочку Представила на коленях У папки? Здорово Знаешь, я что хочу сказать Не убирать Слезы выживая Вы уже столько настрадали Знаете, больше всего Мечтала, когда была маленькая Вот я тоже Вот О том, что Я сяду на колени Видите, мои крышечки Маленькие Маленькие